Забыл, как ее звать. Елена Викторовна. Да, вот, спасибо. Елена Викторовна. Она отработала фактически, наверное, 15 лет. 20 лет. Да, 20 лет. Человек уволился после ремонта кровли. Белый Яр, та же самая ситуация, конфликт в спортзале. Вы каким-то образом, я не знаю, заводите свои фирмы, которые подконтрольны вам. Вот сейчас вот у нас наглядный пример. Малиновская школа, которая должна была, ремонт кровли, быть сдан еще 30 октября. Я не знаю, там какие люди работали и какой там будет качественный, некачественный ремонт. Но директор уже тоже вот слегла на больничный. Ну, наверное, уже время подошло, потому как конец года надо подписывать. Ну, дальше я не буду говорить. Мы это эти... Ну, или для жителей поселка Малиновка, характеризую немножечко. В Лапшихе делался ремонт. Значит, ревизионная комиссия проверила, когда, значит, финансирование было досрочное, до подписания актов почему-то проплатили. На Горновской и Ключинской, не Ключинской, извините, а на Каменской школе Арутинян выполнял какие-то работы. В октябре месяце выполнил, там ставятся препоны невозможно. И поэтому я даже подам на концессию, вот при вот этой вот администрации, я вам сразу же гарантированно говорю, я ее никогда не выиграю. Потому что, да, зайдут там такие фирмы, что потом будет тут и прокуратура сидеть, и все силовые структуры будут заявлять. Извините, ребята, все выполнено по закону, все согласно закону. Я не отрицаю, я работаю, вот на территории Белоярского сельского совета у меня в августе месяце закончилось концессионное соглашение. Мы заходили на эту котельную пять лет назад. Значит, вложили в эту котельную, котельная год, ну она хотя бы гораздо меньше по мощности, по нагрузке, чем Малиновская котельная. Но, тем не менее, мы за пять лет отработали на этой котельной, из бюджета денег ни копейки не выделялось на ремонт. По окончанию, да, вышло таким образом, что там в конструктиве котлов сложилось так, что через пять лет они побежали. И то там провели ремонт, но, естественно, сейчас за бюджетные деньги, потому как концессия закончилась. Но я по Малиновке готов заходить на концессию, но если будут полномочия переданы, будет честное. Администрация не районная будет распоряжаться, а поселковая, которая здесь живет, которая уже никуда ни на девятый этаж не убежит, когда любая бабушка, любой дедушка может прийти и ей в глаза сказать, ты каким образом, куда смотрела. Спасибо.